Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории Иван без цензуры, расскажет рокер Валащу. Вот она, Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. Но Манеж немножко дальше, сейчас проедем. Но при ней проходит перенство России. Главное рок мероприятия сегодняшнего дня, потому что там бежит барабанщик рок-группы Валащук Константин. Подъехали к этому месту, где будет происходить это главное рок-действо на сегодня. Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. Слева Ледовый дворец, справа Легкоатлетическая арена. Вот мы пойдем туда. Что нам в Ледовом дворце делать? Мы же не из ночных хоккеистов, как там называется? Ночная лига. Мы Легкоатлеты, мы же рокеры, мы бегать людям быстро. Погнали. Ну что, уважаемые любители рок-музыки, мы с огромным энтузиазмом и воодушевлением прибыли в этот Легкоатлетический Манеж. Чтобы получить удовольствие от просмотра того, как Константин Валащук порвет всех на куски, как лидер сборной Москвы. Но случился некоторый облом. Сегодня прям с утра на разминке Константин потянул ногу, повредил, получил травму. Но ничего, сынуля, у тебя все впереди. Главное что? Знать, что когда ты долбишь в одну точку, то в любом случае ты станешь чемпионом. Согласен. Ну так, смотри на папку и ты увидишь, как Валащук СД станет рок-звездой. Хорошо. А ты станешь мастером спорта, уверен в этом прям в ближайшее время. Ясно? Да. Потому что у нас такая порода, Валащуковская. Мы же Валащуки, сынуля. Нам деваться некуда, нам только лучшими становиться. Без вариантов, ты понимаешь, видишь? Да. Понимает человек. А вы говорите, что мы недогадливые. Не, Валащуки они такие догадливые и упорные, главное. И любят быть первыми. Поэтому извините, сейчас покажем вам, расскажем про зал. И покажем, как бегают другие люди, немного. И поедем рок-путешествовать по Смоленску. Уже с вот этим бойцом. Вместе. То мы думали, что сами будем, с бойцом будем. Поэтому, сынок, нам деваться некуда. Да, мы все равно будем чемпионами. Несколько слов об этом манеже. Обратите внимание, что здесь, как в коммунальной квартире, в одной комнате все вместе. И регистрации, и там и раздеваются, переодеваются. И вот тут бегают, разминаются. Здесь то же самое, бегают, разминаются. А вот этот прикол, посмотрите, это для зрителей сделали. То есть вы можете себе представить, построить такое сооружение и не сделать зрительских трибун. Это просто нонсенс. Люди просто стоят, стоят. И смотрят. Отсюда вообще ничего не видно. Только вот там маленький кусочек вот такой вот, в котором стоят люди и смотрят. Это раз. Второе. Ничего не слышно, ничего не объявляют. Но подход к подготовке чемпионата России просто отвратительный. И самое главное, что хочу сказать. Да, прекрасно, что они построили манеж для спортсменов. Но таким образом спорт в нашей стране развиваться не будет. Спорт это тот же самый шоу-бизнес. Это действие, которое привлекает к себе миллионы зрителей. Миллионы. Которые готовы платить деньги. И это правильно. И это будет развивать спорт, если будут что-то приносить деньги. Ну, а если здесь с родителем сидеть негде. Ну, шо это такое? То есть спорт для спортсменов. Знаете, можно музыку играть, рок-музыкант или рок-музыкантов. Какой смысл в этом? Рок-музыкант должен быть звездой. Так же, как и спортсмен. Звездой зарабатывать миллионы. А для этого нужно создавать интерес у публики. И создавать условия, чтобы она могла прийти и посмотреть. И поаплодировать. Пойдемте посмотрим, как бегают другие спортсмены. Костика, к сожалению, мы сегодня не посмотрим. Пойдемте. Ну, вот они, зрительские трибуны. Вы видите, да? Прекрасные. Вот это для самых блатных. Вот сидят три человека. Больше стульев где-то. Остальные все стоят на вот этом маленьком промежуточке. Вот тут все бегают, прыгают. Никто не понятно, кто прыгает. Никакие результаты. Ничего не слышно. Все великолепно. Аплодирую организаторам Первенства России. Сейчас вот побегут девчонки с барьерами. Видите? Ну, сейчас посмотрим, как девчонки бегут. Ну, как, впечатляет? Это самый зрелищный вид спорта после футбола. Обожаю легкую атлетику с ее разнообразием, с ее динамикой. С ее стремлением к победе. Таким наглядным. Рвутся люди к финишу. Класс. Обожаю. Я могу смотреть часами чемпионты мира, Европы, Советского Союза, России по легкой атлетике. Но уж когда Костик бежит, Волощук, то, конечно же, я только там на трибуне. Даже здесь хотел побудеть. Даже на этой трибуне. Ну, вот этой. Настоящей. Но, к сожалению, сутрица он мог потянуться. На бедре. Истории Иван без цензуры. Расскажет рокер Волощук.